Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я разведенный два года, встречаюсь с женатым. Редкие встречи, мне больно от того, что я постоянно расхожу с ним по моей инициативе, он меня возвращает. Знаю, что нельзя встречаться с женатым, постоянно в мыслях, он не пользуется, я слабохарактерный и не могу порваться с ним. Знакомился с другими мужчинами, никто не нравится, указывал свои проблемы. Как мне порваться с ним, он азербайджанец, я русска. Ну, я бы, наверное, начал с того, что вообще-то не так важно, кто он и вы по национальности, в данном случае, потому что это не играет существенной роли. Но, поскольку вы об этом сказали, поскольку вы сами об этом сказали, и вы сами как бы вот, ну, обратили на это внимание, то, конечно, наверное, я не могу это проигнорировать и не спросить у вас о том, а что это значит для вас? Что это значит для вас? Что это значит для вас? То, что вы, например, русско. Вы говорите о том, что вы разведены два года. Ну, развод с мужем – это, понятное дело, травма. Это всегда травма. И в данном случае, да и, наверное, в любом другом случае, травму нужно проживать, то есть ее нужно прожить, ее нужно пережить. Вы этого не сделали, соответственно, имеете те самые проблемы, о которых вы говорите, то есть травма не прожилась с вами в этом смысле, вот, вы, скорее всего, как бы вот, остались до сих пор, ну, в какой-то степени, да, травмированы тем, что, ну, тем, что, вот, с мужчиной вы своим как бы развелись, с мужем своим вы развелись. И, на мой взгляд, это в общем и целом нормально. То есть нормально то, что вы, ну, вот, что вы, ну, чувствуете себя вот как бы, ну, травмированы в этом смысле слова. Только вот мне лично показалось, что он, мне лично показалось, что от своей травмы вы убегаете, вы, мне показалось, бежите от нее. И если я прав в этом смысле, то, конечно, это то, с чем вам нужно работать в первую очередь. Это то, на что вам в первую очередь нужно обратить свое внимание. Прямо сейчас. Понимаете, да? Дальше. Дальше. Вы называете себя слабый характер. И, конечно, я не знаю, не могу знать, какие основания у вас так думать про себя. И что вы, в принципе, подразумеваетесь под тем, что вы, ну, вот, слабо, характерно. Но, на мой взгляд, если вы такой себя видите, если вы такой себя ощущаете, если вы подозреваете, что вы слабо характерны, то, на мой взгляд, то, что вам в любом случае нужно сделать, это смотреть, что же это такое. Такое. Нет, ничего прямо-таки уж вот плохого в том, что вы слабо характерны. То есть, ну, я уверен, что можно использовать это, ну, как-то вот вам, ну, во благо, можно использовать как-то вам это себе на пользу. Я не думаю, что в этом есть какая-то вот такая прям уж большая проблема. Но важно, чтобы вы всё-таки не центрировались на том, что вы конкретно именно слабо характерны. А важно, чтобы вы видели немножко другое, чтобы вы видели, что вы игнорируете себя, чтобы вы видели то, что вам что-то как бы мешает себя проявлять, проявлять, чтобы вы видели, что вы себя ограничиваете, чтобы вы видели, что вы находитесь, ну, в этом смысле, так скажем, в определённой привязке, что ли, к человеку. И то, что вы находитесь в привязке к человеку, чем-то обусловлено. На мой взгляд, это всегда чем-то обусловлено. Вопрос только в том, чем именно. Вопрос только в том, как это обусловлено, например, в вашем, допустим, случае. То есть, как конкретно в вашем случае обусловливается то, что вы находитесь в зависимости от другого человека. Понимаете, да? Вот это, на мой взгляд, очень важно увидеть. На мой взгляд, именно на это важно обратить внимание. А не на то, что вы слабохарактерны или вот что-то ещё. Понимаете, да? Ну вот, о чём я говорю, да, и что я имею в виду в данном случае. Дальше. Значит, встречаясь женатым, пишите вы. А что общего между вами и этим, ну вот этим человеком, женатой? Что общего между вами? Что вас связывает, собственно, с ним? Вот на это давайте попробуем немножечко обратить внимание. В смысле того, что, ну, не просто всё так. Вы взяли и начали с ним как-то встречаться. Я думаю, что были какие-то причины, были какие-то основания. Вам скорее всего, ну, вот что-то понравилось. Вам скорее всего, вас, точнее, вас скорее всего, что-то привлекло. И по-прежнему вас скорее всего же что-то связывает. То есть вот давайте попробуем здесь увидеть, что именно вас связывает. Давайте попробуем здесь заметить, что между вами общего-то. Человек, понимаете, да? То есть то, что мужчина женат, то, что мужчина женат, на мой взгляд, важно не так сильно, как то, что вас объединяет, как то, что вас связывает. Как то, что между вами общего. Вот это куда более важнее сначала. Если вы этому внимание своё не уделяете, если вы на это не обращаете, если вы на это не обращаете внимание, то, мне кажется, будут, конечно же, серьёзные проблемы. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Мне больно того, что я постоянно расхожу с ним по моей инициативе, он меня возвращает. Ну, позвольте здесь немножечко уточнить, да? От чего конкретно вам больно? То есть, позвольте немножечко как-то вот уточнить этот аспект. Вам больно, это понятно, но вам, но вам больно от чего-то. Вот давайте как-то постараемся этот момент, ну, раскрыть, да? Давайте постараемся этот момент как-то понять. Если вам больно, то больно от чего-то. Опять же, хочется здесь, чтобы вы немножечко подумали, постарались и хочется, чтобы вы, ну, вот несколько, так скажем, попытались увидеть, да? Сейчас больно, больно-то мне что здесь? Что я расстаюсь постоянно с ним? Или мне больно то, что он меня возвращает? А почему у человека в этом смысле получается, ну, получается вас, вас возвращать? То есть, у этого же тоже есть какие-то основания. У него же почему-то получается вас вернуть. Значит, вы как бы позволяете ему это делать, потому что вам чего-то хочется в этом контексте. Вам хочется, чтобы вас, по-видимому, вернуть. И вот, на мой взгляд, здесь очень важно вот этот аспект заметить. То есть, заметить то, а что же мне хочется в этом, ну, вот в этом, в этом моменте. Чего я хочу-то в этом аспекте, что мне нужно-то в этом аспекте. Что вот, получается, как бы, у мужчины, да, вас возвращают. Вы же чего-то хотите. Ну, вы говорите о том, что вы находитесь, так скажем, ну, в определенных мыслях. То есть, вы говорите, что вот у вас есть мысли, да, определенные. Что это за мысли? Какие они эти мысли? Что из себя они представляют? То есть, почему-то, опять же, об этом вы не говорите ничего. Хотя это важно. Это очень важно. Очень важный момент. Чтобы вы увидели, увидели все-таки. Так, а что же, вот, ну, о чем я думаю, о чем я думаю в этом смысле. Вот. То есть, мысли есть, да, вот какие мысли, эээ, какие мысли есть, пока вот. Не очень, к сожалению, понятно, да. Вот. Хотя они есть. Мне кажется, что, эээ, здесь вы, эээ, ну, вот, просто не, эээ, не совсем к себе, эээ, прислушиваетесь. То есть, вы не совсем разбираетесь в том, эээ, вот, эээ, что с вами происходит. Это важный момент, это вообще-то говоря. Потому что, если вы не очень хорошо понимаете, что с вами происходит, то вы так же не очень хорошо, эээ, ну, как бы, можете, ээээ, репрезентовать себя в отношениях. Сложно, эээ, сложно репрезентовать себя в отношениях, когда ты не очень понимаешь, что ты чувствуешь, чего ты хочешь и так далее. Это всё влияет. Это всё серьёзно. Эээ, дальше идём, эээ, значит, эээ, так. Знаю, что нельзя женатыми срезать. Ну, как бы, то, что вы знаете, это одно, а то, что вы фактически делаете, это другое. И в этом смысле, мне кажется, эээ, было бы, конечно, эээ, для вас было бы лучше, если бы вы, эээ, признали, что вы это делаете, вот, и признали бы, что, эээ, ну, вот, что, ээээ, ну, что что-то чувствуете. И признали бы, что, ээээ, чего-то вам, вот, хочется, эээ, признали бы, что у вас, ээээ, ну, как бы, есть эээээ, какие-то потребности. Эээ, на мой взгляд, это было бы лучше, на мой взгляд, это было бы лучше, чем ээээ, ну, как бы, чем вот ээээ, то, что происходит эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ столько вредите вы себе, столько мешаете, вот, и, ну, как бы, совершенно очевидно, опять же, да, что, вот, ну, что, хорошего, хорошего, ну, ничего не получается из этого, вот, поэтому я бы сказал, что чем лучше, чем быстрее вы все-таки признаете фактические, свои фактические какие-то действия, чем быстрее вы признаете свои фактические желания, тем, на мой взгляд, вам будет лучше, легче, проще, комфортнее и позитивнее смотреть дальше, вот, сейчас вы находитесь в этом смысле, как будто под таким, знаете, двойным давлением, с одной стороны, мне вот нельзя встречаться, да, женатым с другой стороны, мне еще больно и так далее. Далее вы пишете о том, что вами пользуются, значит, что, соответственно, это, как бы, значит, ну, вот, что вами пользуются, да, то есть, что вы, что вы имеете в виду, не говоря о том, что вами пользуются, а, ну, как бы, означает ли это, вот, означает ли это, то, что вами пользуются, что, грубо говоря, вас, там, скажем, скажем так, ну, заставляют, например, делать что-то, что-то, чего вы, допустим, делать не хотите, вот, означает ли это, то, что вы делаете что-то, чего вы не хотите, или, или, все-таки вы делаете все то, что вы хотите, но чего-то ожидаете и чего-то ждете от человека, например, ну, например, от мужчины, да, вот, это тоже такой вот очень важный момент, как вы приходите к тому, что вами пользуются. На мой взгляд, чаще всего такое вот, ощущение возникает, когда человек, вот, ну, как бы, делает что-то, чего он делать, ну, не хочет, вот, ну, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, так вот, чаще всего происходит. Поэтому, если это, то, что, ну, если это, действительно, то, что вы, эм, то, что с вами происходит, то я бы, конечно, как-то вот, эм, в первую очередь, наверное, наверное, обратил бы внимание на, то есть, как я оказываюсь в ситуации, когда мной, вот, ну, пользуюсь. Это может быть неприятно, это, ну, ну, как бы, может быть, да, не совсем позитивно, позитивно для вас, вот. Но, на мой взгляд, лучше, эм, если вы, вот, как-то, эм, ну, сами, эм, себе в этом, эм, признаетесь, и уже, эм, будете исходить из этого. Дальше. Я слабохарактерно не могу с ним порвать. Почему знакомый с другими мужчинами никто не нравится, указывает свои проблемы? Давайте об этом немножко поподробнее. вот, эм, что вы имеете в виду, говоря, там, что я знакомый с другими мужчинами, да, то есть, тут вот, как бы, эм, для чего вы знакомились с, эм, ну, вот, с, эм, с другими мужчинами, то есть, ну, зачем вы это, зачем вы это делали, да, вот, то есть, ну, как бы, эм, какая в этом смысле у вас цель, если, если можно так вот выразиться, вот, потому что знакомиться с мужчинами мощно, эм, ну, в этом смысле, эм, для разных, эм, ну, для разных целей, вот, и, на мой взгляд, вам неплохо здесь, эм, определиться с, эм, ну, со своей целью, да, да, вот, это тоже достаточно важно. Дальше вы пишете, эм, как мне порвать с ним? А, а зачем? То есть, ну, мотив какой? Если нет мотива рвать, то порвать будет сложно. Поэтому давайте все-таки, вот, эм, как-то, немножечко про, эм, мотив, эм, ну, вот, здесь, эм, поговорим, да? Порвать-то можно, но вы этого не делаете, вы этого не делаете, на мой взгляд, не просто так. Вы это делаете, вы этого не делаете, эм, по ряду причин. Вопрос только в том, что это за причина, это причина. Меня это интересует. Вот. Ну, и дальше вы говорите про национальность, опять же, какое значение вы в это вкладываете, я думаю, тоже, тоже очень важно. Очень важно это увидеть. Вот. А вот такой ответ я могу вам дать сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...